В прямом эфире программа Вести Хакасия. С вами Татьяна Донцова. Здравствуйте. И главные темы дня. А база к паводку готова. Сегодня спасатели обезвредили самый опасный участок на реке Абакан. Сохраним поезд. Железнодорожники обращаются к жителям Хакасии с просьбой собрать подписи в защиту нерентабельных маршрутов. Огнеборцы-десантники. Подразделения лес авиаохраны готовятся к пожароопасному сезону. Следователям предстоит установить все обстоятельства отравления двух новорожденных мальчиков-близнецов в Ширинском районе. Оба ребенка, которым всего 20 дней от роду, сейчас находятся в больнице. Первый малыш поступил в районную больницу 4 дня назад. Мальчик задыхался и отказывался от еды. Его состояние только ухудшалось и врачи приняли решение перевести младенца в реанимацию в Абакан. А накануне его брат попал к медикам с похожими симптомами. Врачи считают, что это отравление. Малыш впал в кому, его состояние стабильно тяжелое. Ребенок поступил с признаками какого-то отравления, с угнетением дыхания. То есть давал периодически остановку дыхания, в связи с чем его разместили в реанимацию. В связи с тем, что дети были доставлены в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, учитывая их возраст, так как они являются новорожденными, в целях установления всех обстоятельств произошедшего, следственным комитетом в настоящее время в лице следователей Ширинского межрежевного следственного отдела проводится доследственная проверка, по результатам которой и по установленным обстоятельствам будет принято процессуальное решение. Срок содержания под стражей бывшего капитана хоккейной команды Саяна Виталия Лабуна продлен еще на месяц. Напомним, его задержали за попытку сбыта гашиша. Позднее при обыске в квартире спортсмена оперативники тоже обнаружили наркотик. В тот же день был задержан еще один игрок Саян Владимир Лештаев. У него нашли 21 грамм гашиша. Против хоккеистов возбудили уголовные дела. На время следствия подозреваемых взяли под стражу. И сегодня Абаканский суд увеличил срок заключения еще на месяц в интересах следствия. Насколько республика готова к возможным ЧАЭС в паводковый период? Ответ на этот вопрос дали сегодняшние масштабные учения, которые прошли в окрестностях Абазы. Впервые спасатели опробовали эвакуацию пострадавших от наводнения вертолетом. Однако в программе были и совсем не учебные моменты. А во всем по порядку Алексей Гончаренко. Кому точно не грозит наводнение в Абазе, так это домикам, расположенным на горе на достаточно большой высоте. Их немного. Ну а большая часть строений, если не сказать большая, в зоне риска. Во время рядахода, когда река Абакан грозит выйти из берегов. В данном районе, где находится район ГРП Затона, 1200 населения попадают в зону потенциального подтопления. Кроме этого района, еще существует три потенциально опасных участка в городе Абазе. Река Абакан – основной источник опасности в период паводка. Почти ежегодно здесь риск возникновения ледовых заторов и, как следствие, подъем уровня воды. Поэтому Абаза выбрана местом учений. Курирует обстановку глава Хакасии Виктор Зимин. Ему докладывают ситуацию на сегодняшний день. Затороопасное место подготовлено к взрыву. На этом участке заложены взрывчатые вещества массой свыше тонны. Ледовое покрытие взорвано на площади 11 тысяч квадратных метров. Как показывает практика, этого достаточно для безопасного прохождения паводка, когда начнется ледоход. Взрыв – это не тренировка. А вот все происходящее дальше – сценарий учений. Впервые задействована авиатехника. С условной льдины эвакуируют пострадавших. За ходом событий наблюдают местные жители прибрежных домов. От реки их отделяет дамба, но почти каждую весну тревожно. Уже подготовились и к предстоящему ледоходу. Продукты, теплые вещи, документы все сложили в одно место и ждем. И все предупредят, потому что мы в четвертом году, в одиннадцатом году тут что было. В каждой школе пункт временного размещения. Этот готов принять почти 500 человек. Оснастить их всем необходимым обязанность администрации муниципалитета. Одновременно проверяется готовность населения правильно действовать в чрезвычайной ситуации, начиная с регистрации во временном пункте, а принимающая сторона готова должным образом. Наш пункт рассчитан на размещение людей до 10 лет. Люди могут получить любую помощь. Медицинскую помощь, помощь психолога. Будет организовано питание трехразовое, дополнительное питание для детей. Но проверяется не только готовность базы и обстановка не только в условиях этого города. Не исключено, что придется реагировать на ситуацию и на другой территории республики. Отрабатывает взаимодействие главное управление МЧС по Хакасии. Впервые небывалое скопление техники и наличие специальных палаток. Это мобильный пункт временного размещения. В случае ЧП, если пострадавших негде будет разместить, будет разбит вот такой небольшой, даже не лагерь, а городок практически со всеми удобствами. Отдельно помещение для мужчин, для женщин с детьми, комната психологической разгрузки, информационная служба, буфет и полевая кухня. Вот этот пункт мы можем развернуть как на территории Абазы, как также на территории Алтайского района, Аскизского района. То есть в любой точке республики Хакасия, где потребуется вот эта необходимость. Лагерь палаточный с тем личным составом, который у нас есть, мы выставляем за сутки. Ледоход, по предварительным данным, начнется в апреле в числах с 12 по 18. Это данные по всей территории республики. Запасы снега в горах местами в три раза выше нормы. Но лед на реках тоньше обычного. И все затороопасные места уже известны. В этом году в четырех участках, это 100% ожидаем затор, ниже города Абазы, в районе Затона, ниже Райкова и в районе села Белого Яра на Абакане. И четвертый у нас выше города Абазы, 70 километров. В случае крайней необходимости будут взорваны и другие затороопасные места. А пока только в Абазе. Здесь ситуация настолько серьезна каждый год, что в местном отделе ГОИЧС придумали, как чернить лед. Тогда он тает быстрее. С помощью обычной воздуходувки туда добавляют чернила. Говорят, собственное ноу-хау. И пока еще нигде не применяется. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Красноярская железная дорога пытается вернуть маршруты, отмененные по причине нерентабельности. И отстоять те, которые, возможно, придется убрать из расписания в ближайшее время. В этом ведомстве просят помощи у жителей Хакасии. Как пояснили в пресс-службе КрасЖД, речь идет о поездах с малой наполняемостью. Это пассажирские составы, курсирующие между малонаселенными станциями. В основном в таких поездах преобладают общие и плацкартные вагоны. Цену на билет в них устанавливает государство. Власти делают ее доступной, а компенсацию по договоренности должны возмещать. Однако уже два года железнодорожники чувствуют недофинансирование. К примеру, за прошлый год вместо 36 миллионов ведомство получило от государства только 14. Из-за этого нерентабельные маршруты приходится закрывать. Непопулярные меры уже коснулись и Хакасии. Отменен поезд Красноярска-Бакан через Саянскую. На очереди еще один убыточный состав. Абакан-Ачинск-Красноярск. Если ситуация не изменится, его отменят в конце мая. Руководство КрасЖД просит жителей Хакасии оставить свои подписи в защиту маршрутов. Это можно сделать на станциях Ужур, Копьева, Шира, Сон, Ербинская. В приемной акции «Сохраним поезд». Собранные обращения будут переданы полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому. Отметим, проблема касается трех регионов. Красноярского края, Кемеровской области и Хакасии. До начала пожароопасного сезона остались считанные дни. Хакасию в последние годы крупные ЧАЭС миновали. Зато в соседних регионах огонь нанес серьезный ущерб и даже привел к трагедии. Речь идет о лесных пожарах. Сегодня в Хакасии дислоцируется единственный от Новосибирска до Иркутска парашютно-десантный отряд. Как раз сейчас у бойцов идут усиленные тренировки перед горячим сезоном. На учебных занятиях побывала Юлия Константинова. Семь лет Николай Чебряков отработал металлургом на Сорском ферме Лебденовом. Потом, что называется, крутой поворот судьбы. Лесные, горные, степные пожары. Постоянный риск, походная жизнь, вертолетные заброски. Впервые десантироваться пробовал на учениях прошлой осенью. Так что сегодняшние впечатления уже не столь сильны. Только когда вертолет начал летать, не по себе стало. А спускаться нормально, хорошо. В преддверии пожароопасного сезона такая тренировка становится традиционной. Так как работать по дразделению приходится только в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году это были пожары в Буреасии, Красноярском крае. А также в Туве, где погибли тогда 9 десантников-парашютистов. Каким будет это лето, покажет время. Поэтому бойцов готовят к действиям самых сложных ЧАЭС. Тренировка проходит в течение 4 дней. Только сегодня. Там и спуск с вертолета отработали около полусотни человек. Всего же планируется 160. То есть в вечный состав в Сибирске парашютно-десантной группы. Плюс о МИЧИ, где сегодня создается такая же группировка. Кстати, они будут впервые проходить воздушную тренировку, техника которой далеко не проста. Кроме правил безопасности, нужно точно знать, что делать, чтобы не удариться о борт вертолета, с какой скоростью спускаться, как приземлиться, чтобы избежать травм. Учитывая скорость ветра, рельеф местности и много других нюансов. Подготовка нашей группы, естественно, достаточно высокая. Оценка хорошо, твердая хорошо. Работаем с личным составом. Навыки как раз отрабатываем, чтобы не потерять этой оценки. Ведь есть шанс, что сразу после тренировки бойцы Сибирской парашютно-десантной группы будут направлены в зону бедствия. Пожароопасный период начинается буквально на днях 1 апреля. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Двести Хакаси. Снежный барс «Монгол» обзавелся новым ошейником со спутниковой системой слежения. Ирбиса отловили сотрудники Саяна-Шужинского заповедника и зоологи из Иркутска. Напомним, два года назад «Монгол» уже проходил подобную процедуру. При этом ошейник на него надевал нынешний президент Владимир Путин. После чего барса перевезли из Хакасии в родной для него район Саяна-Шужинского водохранилища. Благодаря ошейнику ученым становятся известны многие стороны жизни Ирбиса. Новый ошейник оснащен спутниковым передатчиком, данные с которого будут передаваться по двум каналам в Иркутский институт проблем экологии и эволюции имени Северцова и в научный отдел заповедника. Ученые также взяли у «Монгола» биологические анализы, которые показали, что зверь абсолютно здоров и находится в прекрасной форме. В настоящее время в Саяна-Шужинском заповеднике обитает группировка из девяти взрослых особей Ирбиса. В период гона их количество увеличивается до 15. Музейщики Черногорска выступили с инициативой создать городскую книгу почета. В нее по замыслу авторов войдет информация о людях, удостойных государственных и ведомственных наград и почетных званий. Россия, СССР и Хакасии. Как продвигается работа над изданием, узнал Виктор Лушников. Чтобы попасть на страницы книги почета, нужно совсем немного. Цветная фотография, оригинал самой награды и еще анкета. После объявления о начале акции в музей каждый день приходят заслуженные горожане, чтобы подать сведения о себе или своих родственниках. Выдаем анкету, помогаем ее заполнить, помогаем все оформить. Фотографируем обязательно медали, знаки, нагрудные ордена, чтобы подтверждение было, потом это все распечатывается. Всего несколько минут на подачу документов в музей смогла уделить Людмила Гольцман. У директора школы искусств график сейчас плотный. Завершаются последние репетиции перед городским концертом в честь Дня работников культуры. Несколько коллектива школы принимают в нем участие. Я считаю, что каждый человек, если он получил награду, пусть об этом узнает как можно больше людей, потому что он работает на город, его должны знать люди. Да и любому человеку приятно, когда о нем помнят, знают. И хочется тогда делать еще больше. Идея музейщиков понравилась горожанам. Уже несколько десятков заслуженных черногорцев принесли свои анкеты и награды. Потенциально их могут быть тысячи, но музейщики обещают принять документы у всех. У каждого человека, кто награжден какой-то наградой, появится гордость, что о нем вспомнили, документы взяли, его фотография в музее увековечена. И он будет этим гордиться, он будет приводить, приводит родственников, приводит детей. Фотографии заслуженных людей музейщики поместят сначала на выставку имя в истории Черногорска. Подобное уже посвящено выдающимся шахтерам. Затем все сведения о награжденных войдут в городскую книгу почета, которая, как планируется, будет состоять из нескольких томов. Виктор Лушников, Алексей Голугов, Вести Хакасия. И это все на сегодня. Удачи вам и до встречи на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова